Да, так и есть. Программа «Союз нерушимый». Сегодня в студии у нас Светлана Занько. А я Засагаев. Добрый день. И наши гости. Добрый день всем. Наши гости – Александр Кочкин, глава фермерского хозяйства, эко-фермерского хозяйства, Димья, НО, ВОН, с большой буквы. И Вячеслав, наш старый друг. Тихонов. Тихонов, да, да. Постаревший друг. Организатор фестиваля. Здравствуйте. Да, и оба они имеют отношение к фестивалю. По теме, на которой мы очень любим поговорить. Да, но начнем мы вот с чего. Почему-то я себя не слышу, не могу понять. Меня вы слышите хорошо? Я очень хорошо слышу. Я себя не слышу. Нормально. Значит, мы про фестиваль поговорим. Но прежде всего напомним, что 12-го числа, два дня назад, по всей стране, от Преумырия до Курска, вот сейчас хорошо себя слышу, от Курска до Курска, от Нальчика до Сыктывкара прошли парады дружбы народов. Корнями эта традиция из Кировской области. Организатор тут вот, идейный соорганизатор. Один из вдохновителей. Один из вдохновителей сидит вот тут, Вячеслав Тихонов. Где наш парад? Почему он ушел в Преамурье, дошел до Курска, от Сыктывкара до Нальчика? Где наш парад, Вячеслав? Мы всегда с ним, мы всегда рядом. Душой. Мы всегда душой с ним. И та идея, та концепция, которая заложена в основу этого красивого события, оно ведь как бы всегда рядом с нами. Вопрос только в том, что надо собраться немножко с силами, подхватить, так сказать, снова эту бодрость, этот заряд, и заново провести этот парад в Кировской области. Ну я вот для чего это сказала? Я бы хотела сказать, что вот такие вещи, они просто так не исчезают. Надо сказать, что традиции, они распространяются, они где-то подхватываются, остаются, но все равно эта история такая низовая. Сверху парады дружбы народов не навяжешь. Все равно низовая история. И это показательно, я должна была это отметить. У нас программы всегда бывают разные, веселые, всякие, но мы всегда отличаем такие истории. И мнения у нас тоже разные. История, конечно, низовая, только не очень могу понять, почему три года назад эта низовая история была поддержана с выделением и площадок, и грантов, и совместными совещаниями. А сейчас почему-то вице-губернатор Плитко и его министерство внутренней политики отодвинулось вместе с городской администрацией от темы парада. То есть вопрос заключается в том, выполняем мы на территории Кировской области стратегию национальной политики Российской Федерации? Вообще мы заинтересованы в выполнении этой стратегии? Или нам так-то, ну... Азиз Ильич, знаете, я вам что-то скажу. Вот сколько господина Плитко не приглашали через эфир в нашу студию, столько раз мы его и видели. Я не знаю, как она реализуется, правда. Может быть, он нас услышит, придет и расскажет. Мы многого не знаем, Азиз Ильич. Для того, чтобы прийти, надо, видимо, на слабо, что ли, взять. Наверняка. Нет, не на слабо, правда. Вот просто прийти и поговорить с людьми, и рассказать вот это все. Но, тем не менее, я считаю, что есть с чем поздравить, потому что парад существует, и он по всей стране проходит. Народная акция такая, народное мероприятие. Но у нас пройдет «Вкусная Россия» фестиваль. Не надо унывать, как ты говоришь, Лава. Третий год. Унывать не надо. Да, у нас традиция осталась. Раз у нас нет национальной политики, у нас есть национальная еда. Да, да, совершенно верно. И, пожалуйста, Вячеслав Тихонов, вам слово. Ну, собственно, вот изначально, как вы помните, в 2014 году традиция началась с тем, что мы начали проводить праздник плова. Ну, подожди, это было в рамках этого же фестиваля, как парада национальных культур. Да, и мы тогда увидели, что этнокухня, особенно вот этот плов, он был популярен, востребован. И в течение, по-моему, трех лет мы проводили до... Подожди, давай вспомним. Я количество образцов плова до сих пор помню. Там было, по-моему, пять... Как минимум пять. Азербайджанский, такжистский, узбекский, что еще? Да, дагестанцы, по-моему, что-то там делали еще. Много-много разных вариантов. Много было разных вариантов. Да, много разных видов риса было, разных приправ, способов приготовления и так далее. И я помню, что тогда, конечно, мы тоже не ожидали, что такая популярность будет у мероприятия. Потому что в процессе мероприятия прямо пришлось докупать рис. Я помню, ездили прямо, и очереди стояли. Я тоже помню. Ну, там ведь еще и... Как я пришла, мне не хватило. Это в 2014 году, наверное, в Новоевятске, да, когда... Там же еще были мероприятия, связанные с национальными традициями, показы их, там прямо концерты. Свадьбы разыгрывали. Свадьбы разыгрывали. Слушай, почему... Класс. Слав, ну, я понимаю, что Светлана тебе этот вопрос задала, но можно я как бы... Ну, мы пальму первенства как бы... Почему? Как бы сказать, эстафетную палочку... Вы отделили вкусную еду от... А, потому что парада не стала. Понятно. Парада не стала, но покушать хочется. Ну, мы эстафетную палочку, некую инициативу передали в Дом дружбы народов, который создан. И поэтому я здесь думаю, что у них ресурсов должно быть достаточно для того, чтобы самостоятельно этот проект продвинуть. Это опять вопрос к Министерству внутренней политики. Мы ведь не с ним тут, как это, знаете, на каком-то сундуке там, да, с монетами. Есть хорошее мероприятие. Мы передали полностью инициативу в руки. Мы в прошлом году ведь помнят... Да, мы это обсуждали. В этой же студии это обсуждали как раз. Мы это обсуждали, мы это обсудили. Давайте будем обсуждать вкусную жизнь. И вот и вкусную Россию, да. Но мы знаем и увидели, что востребованность мероприятия, которое связано с кулинарами, она есть, она высокая. Чем отличается праздник плова от фестиваля «Вкусная Россия»? Я вот как раз начал рассказывать, что праздник плова, он постепенно перерос в формат «Вкусная Россия», потому что мы увидели, что, ну, во-первых, три года мы проводили плов, и, ну, все равно немножко уже хочется чего-то разнообразия, это раз. А во-вторых, мы... Да, но несмотря на это плов еще пользуется популярностью. 12-го числа очередь была почти в 200 человек за пловом. Ну, прекрасно. В парке. Как он называется, что цирка? Ну, естественно, да, естественно. И в чем речь-то о том, что, во-первых, плов – это блюдо, распространенное, ну, далеко не у всех народов, которые проживают в России и в Кировской области. Поэтому мы формат были вынуждены просто расширить, потому что... С момента создания СССР плов – наше, российское тоже блюдо. Ну, и тем и не менее, есть кулинарные традиции разных народов. Ну, конечно. Поэтому, да, есть там марийские пироги, там, да, борщи украинские, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Много разных блюд. Поэтому мы расширили фестиваль до «Вкусной России», вот, и третий год его проводим, и в этом году мы его проводим благодаря поддержке нашего дорогого друга, партнера и настоящего фермера, вот, «Экоферма Демья Нового». Александр Кочкин здесь у нас. Всем здравствуйте. Добрый день. Я не поздоровался сразу, как раздвиняюсь. Да, да. Смотрите, я здесь действительно гость таких передач. Ну, был однажды, то есть у меня опыта мало, но мне очень приятно, что вы меня пригласили, и мы приехали сюда издалека, можно сказать, 300 километров по не очень хорошей, вернее... Вообще не по дороге. Да, вообще не по дороге, да, кто был, тот знает, но при этом это нисколько нам не мешает заниматься тем, чем мы любим заниматься, тем, чем мы должны, наверное, заниматься в своем регионе, в Подосиновском районе, в Демьяново. На своей земле, на своей родине, да. На своей родине, потому что это дело, которое все-таки оно в душе, оно где-то... ответственность ты несешь, где ты проживаешь, и уехать от того всегда можно, да, но все-таки вот у нас, слава Богу, получилось создать что-то большее, наверное, чем просто какую-то предпринимательскую деятельность. Мы все-таки у нас не без поддержки Министерства сельского хозяйства, на самом деле, это был такой тоже толчок после поддержки, мы грант получили когда-то. Поэтому вот сегодня на прилавках и на столах кировчан есть продукция, вот настоящая фермерская продукция. Ни завод, ни комбинат, ни, как назовите по-другому, это реально фермерское хозяйство с 80 голов дойного стада, ни много, ни мало, так скажем, да, то есть, но при этом это не три коровы, да, там, надо понимать. То есть, забот хватает очень много, и на прилавках мы кировчан мы привезли и привозим уже несколько месяцев, это йогурты, молоко, кефир, топленое молоко, сметану, творог, я сказал, сыры, сыры адыгейские, сыры полутвердые, твердые, то есть, мы вот, мы все захватили, мы все решили в рот, и у нас получается, у нас и покупатель. И вот благодаря Вячеславу, который пригласил нас поучаствовать в этом проекте, мы хотим донести идею, что даже в глубинке можно делать качественные продукты, которые должны и обязаны быть оценены, ну, и нашими покупателями, да. Так вот, на самом деле, хочется из глубинки, на самом деле, фермерский продукт из небольшого предприятия, с небольшой фермы из глубинки, его именно и хочется. Вот, к сожалению, кстати, в Кировской области, в городе Кирове не очень приживаются эко-магазины, как-то вот они открываются-закрываются, открываются-закрываются. Есть идея, там, у людей заработать на этом, очень хочется сразу, потому что содержать любой магазин недешево, себестоимость, ну, и люди начинают наценивать, ну, надо понимать, что себестоимость комбината и себестоимость маленького хозяйства, конечно, разная. Соответственно, изначально продукт, который ты отдаешь на перепродажу, он не может быть, там, очень дешевым, да, на котором они хотят заработать, поэтому, ну, и очень дорогие цены они почему-то ставят. Но у нас в городе Кирове люди, хоть и обеспеченные, наверное, в большинстве своем, да, то есть, но как-то, да. В меньшинстве. А мне кажется, знаете что, вот можно покупать и можно приезжать в ваши магазины покупать, но для этого нужно, наверное, очень большое доверие у покупателя завоевать. Это очень важно, потому что реально готов приехать, готов покупать у вас вашу продукцию. Скажите, где, но при этом вы должны... 15 июня на фестивале «Вкусная Россия». Вот, я хотела туда же перевести, да. Вы должны как потомственный фермер, как бы, ну, как там, не так, как некоторые говорили, там, за качество отвечаю, и потом убегали. А, как бы, реально сказать, что вот эта продукция, так сказать, димья нового и... Я готов сказать об этом и обязан сказать здесь и сейчас, потому что у нас димья нового, да. Почему нового? Потому что новая история, которая в Кировской области, на мой взгляд, зарождается новая история авиатского фермерства. Так у нас и подписано под нашим логотипом. Ну, круто. Потому что это не просто... Вот это миссия. Очень важная миссия, на самом деле, я и сказал, потому что это, ну, и очень важно создать вот этот такой образ димьянов, всё-таки не тот, который его когда-то слышали много лет назад, а всё-таки... Вот я слушаю, мне так приятно, правда, из-за этого, потому что все прекрасно помнят, что там происходило в своё время и какой шлейф, а здесь люди говорят просто о самом ценном. Земля, еда, руки, любовь к родине, к здоровью, к экологии, это самое главное. Но, значит, поскольку у нас программа не рекламная, «Союз нерушимый», то мы всех отправляем на фестиваль «Вкусная Россия», где уже можно подробности будут узнать про димьянова. И часть «Вкусной России» – «Вкусная димьянова», хоть это не рекламная. Да, да, всё туда можно. Поэтому давайте мы всё-таки к формату самого фестиваля вернёмся, как это всё будет устроено, куда идти, и когда идти, кто там будет представлен, где будет находиться стенд димьянова. Да. Значит, сам фестиваль пройдёт в субботу в Александровском саду, на мой взгляд, самая удобная площадка. Самая удобная площадка. Да, для того, чтобы проводить такие мероприятия. Согласен. Да, если там ветер или дождь, есть деревья, если солнце, то, значит, собственно, тоже есть куда укрыться. Это раз. Ну, и, во-вторых, там, конечно, много прогулочных зон. То есть мы ждём семейную аудиторию с детьми, и с маленькими, и со взрослыми, ну, или по-моему. Прежде всего, наверное, но всё равно, прежде всего семейный праздник, правда же? Конечно. Вот. Потому что еда – это то, что объединяет семью. Конечно. Да, Азиз Алиевич? Точно. Я с удовольствием… Вот у нас семья объединённая здесь. Азиз Алиевич пришёл, эклерами накормил меня, и редакцию всю семья выдохнула с облегчением. Ну, надо же радио отметить. Да. Да. Совершенно верно. Вот. Ну, и… Теперь коротко о самом фестивале. То есть фестиваль делится, так скажем, на две основных таких площадки. Площадка – это есть творческая площадка. На сцене выступит много детских коллективов. Массовые детские коллективы представят такие самые яркие, свои интересные номера на сцене. Вот. А это на главной сцене Александровского сада. А на главной аллее традиционно будет выставлена вот сама кулинарная изобилия. Вот. И, конечно, начнём мы с того, что там будет выставлен шатёр, в котором наш прекрасный генеральный партнёр – это экоферма Демьянова – будет дегустировать… Ничего себе. Молоко. То есть мы будем дегустировать, а не выставить. Да, да. Вы будете дегустировать, а не вы, да. Сколько там на дегустацию? Там достаточно. Хватит. Мы выделили на дегустацию. То есть вот… Корова там и будет стоять. Раз, раз… Да, да, да. Это вариант неплохой, кстати. Но я хочу отметить, что вот вкус молока… Мы, собственно, готовились к празднику, тоже подегустировали. Вот. И вкус молока… Вот он тот самый… Потому что я там сам тоже вырос в деревне. Вот тот самый деревенский, вот он настоящий. Тот самый деревенский настоящий вкус молока. Технология традиционная у нас. Мы не пошли по традиции крупных комбинатов. То есть это там процессы пастеризации молока, они разные, да. Бабушку помните, что она делала с молоком? Она подоила её и в чугунок, и в печку. Ну, вот процесс весь. То есть у нас, по сути, оборудование… Ванна длительная пастеризация. То есть этот же процесс повторяется. Поэтому вкус молока, он не потерян. Он не обезличен, его не… Ну, он настоящий, вот, ну, действительно. Его надо просто попробовать и понять, кто вот как раз из деревни, да, люди, кто прожил… Кто помнит вкус этого молока, да. Кто помнит, тот обязательно его вспомнит завтра. Понятно. То есть вот… И это будет основной шартер. Там таких два будет. Две точки будет. Две специальные точки. Там же будет и йогурты, и сыры, и… Коктейли молочные. Как молочные коктейли, очень много молочных коктейлей. Кстати, сейчас можно зайти в нашу группу, значит, мероприятия ВКонтакте, яркий город, фестиваль «Вкусная Россия» и Демьянова тоже, значит, и там есть условия розыгрыша, как можно получить вот эти призовые молочные коктейли завтра прямо на фестивале. И главные призы. Да, и призы, значит, много разных призов, и вот… Разыгрываться будут. Прямо завтра, да, много-много разных призов, и много молочных коктейлей. Сколько там литров молочных коктейлей заполнили? 300 литров. 300 литров молочных коктейлей. Приходите, выигрывайте завтра. 300 по 200 на 5 разделили, умножить… Ветеринка? Полторы тысячи. Молочная ветеринка. Стаканов. Полторы тысячи стаканов, да. Вот. Конечно, вот в этом плане, то есть мы подготовились. Следующая, конечно, большая часть кулинарного праздника – это то, что у нас будет завтра прямо на выставлено где-то, по-моему, сейчас, по разным оценкам, 5 или 6 разных казанов плова. Значит, и узбекский завтра будет плов. То есть узбеки участвуют? Азербайджанский плов завтра будет. Азербайджанцы участвуют? Да, пожалуйста, специально для вас, Сергей Сергеевич, мы тут все подготовили. Понятно. Да, значит, вот, есть разные варианты. Кроме этого, скорее всего, будет шаурма выставленного там, кебаб, шашлык, кофе, разные варианты кофе и так далее. Много разных вариантов напитков. Естественно, те люди, которые захотят более активно принять участие… Когда лахмаджун появится, я хочу спросить. Лахмаджун? Когда появится? Ну, это, видите, сложное блюдо, их готовить сложно в стрит-фуде тоже все равно, как бы… Да ладно. Там не запретили, как бы, открытый огонь, как обычно? Нет, открытый огонь, в принципе, запрещен на массовых мероприятиях, то есть… А он закрытый. Да. Лахмаджун уже в печке закрытый делается-то. Так… Вот. Поэтому, конечно, есть свои ограничения на мероприятиях, но мы постараемся максимально близко подойти. Пишите, пожалуйста, лахмаджун, народ. Лахмаджун. Следующий год, пожалуйста, заказываю. Лахмаджун. Значит, фарш мелко порубленный, много кинзы туда, пожалуйста, и салатик еще к нему. Да. Сегодня у нас встреча, финальная встреча с предприятиями торговли. Так. Да, я думаю, что мы закажем кому-нибудь, может, вдруг завтра… Нет, не получится. Нет, нет его в Кирове, сразу говорю. Нужно изобрести, ну, то есть завести… Ну, надо специалисты, да. Специалисты, безусловно. Вот. И вот это все начинается в 10 утра в Александровском саду, на сцене в 11. Кроме этого будут представлены презентации автомобилей автосалонов в городе Кирово. Там же завтра. Розыгрыши призов будут каждый час на сцене, каждые 20 минут что-то будет разыгрываться, что-то будет презентовываться, что-то будет, значит, вручаться, поощряться. Вот. И все это примерно будет до… Пока не закончатся призы. Понятно. А призы закончатся или… Молочные коктейли пока не закончатся в Демьяново. Да, да, да. Ну, я так понимаю, учитывая, что там корова будет ставить, молочные коктейли не закончатся. Да даже будет завтра представлен сыр жареный адыгейский на гриле, так что… Ух ты, ух ты. Смотрите. Дополнение к слову, да? Пожалуйста. Что так они не придумали, а? Очень жалко, что у нас законодательство строгое и нельзя на улице пить пиво и вино во время праздника. Вот. Ну, жалко, потому что сыр же, мясо и вот эта вот вся история. Когда-то бы уже как-то вот задумались бы вот наши законотворцы о каких-то таких вещах. Нет, это продавать нельзя, но вы же в закрытом пакете, по-моему, можете носить. Нет, это не та история. Я хочу красиво. Это честно. Конечно. Здесь. Наверное, вы видели, как это на фестивалях в Европе делается. Конечно, да, да. И чтобы вот действительно все… И не только в Европе, кстати, прекрасно делается и в Москве. В Москве, да. В Москве, да. В Москве пить можно пиво и… На фестивалях, на площадках, фестивалях можно. Да, я помню такие времена, когда в Кирве еще это можно. Можно в Грузии, можно в Азербайджане, слушайте, да. Хорошее вино попить. Это правда. Это правда. Погода. Какая ожидается погода, товарищи? Погода такая же, как сегодня, только, возможно, скорее всего, без дождя. Возможно, будет теплее на несколько градусов, чем сегодня. Поэтому, думаю, что все будет окей. Кто открывать будет, Слав? Открывать будет детский коллектив. Детский коллектив? Да. То есть, они скажут официально, там, гости, мы вас поздравляем и… И… Будут танцевать? Да. Да. Сколько танцевальных коллективов будет? Ну, на данный момент около пяти танцевальных коллективов. Где-то, вот, плюс-минус. Кто-то танцует и поет, кто-то поет и танцует. Наши городские все. Все наши городские прекрасные коллективы, творческие, веселые, умные, задорные, классные коллективы вообще. Приятно работать с профессионалами. А почему детские коллективы в этом году? Потому что семейный праздник? Да, это раз. Ну, и во-вторых, взрослые коллективы – это такая, мне кажется, другая история. Такая она, более в профессиональную, наверное, тему, более в другие форматы. Детские коллективы – это какой-то сразу другой праздник. Ну, и тем более молоко. Да, да. И тем более молоко. Да, да. Вот эта история молоко и дети. Кстати говоря, я вот прям чувствую, что нарастает у нас вот эта тема молока в Кировской области. Нет, я сейчас не говорю про ту программу, которая объявлена, а вот, в принципе, чувствую, что сами производители разной величины начинают его популяризировать своими силами, разными формами. Это же здорово, просто замечательно. Я вот, кстати, Азизу Алиевичу, по-моему, рассказывала или нет, как в Финляндии в столовой мы с мэром и с директором школе обедали. Нет, не рассказывали. Ну, по крайней мере, слушатели знают, что вот в мае меня пригласили в финскую школу, большая деревянная школа на 10 тысяч квадратных метров, чтобы посмотреть, как это все устроено. Деревянная школа на 10 тысяч квадратных метров? Да. И можно ли построить такое в России? В Финляндии 10 лет назад они озаботились тем, что, ну, заболеваемость, как обычно, демокрафия, раки всякие и отдыхательные пути, и решили вернуться к старым технологиям и попробовать строить социальные объекты из дерева. Вот клейный брус, который сейчас, да, вот новые технологии, здоровые такие бруси, без всякой изоляции, все, вот брус. Второй, третий свет, мобильные такие школы, 10 тысяч квадратных метров на городок, школа на городок в 10 тысяч населения всего там, да. И мы там в столовой этой школы обедали. Там был мэр города, сити-менеджер, директор и так далее. И я, значит, мы проходим, там не выставляется ничего на столы, там дети идут к барной стойке и берут себе все, что нужно к бару, да. И я, значит, взяла там картошечки, взяла какое-то мясо, салатик положила там, брусничным вареньем вот это все полило, потому что ленинка была. И дальше я ищу кофе. Потом я понимаю, что думаю, может быть, кофе не подают в школе, но какой-то аппарат передо мной стоит. И не могу понять, что на этом аппарате нарисовано. Представляете, товарищи? Прежде чем не подошел мэр и не налил себе из этого аппарата стаканчик, директор не налил себе из этого аппарата стаканчик, я понимаю, что это молоко. Молоко. Кофе я потом, конечно, нашла, но я села и спрашиваю, говорю, слушайте, а чего, говорю, все молоко вот пьете? Вот стакан воды и стакан молока. У них прям вот стабильно. Вижу, что все подряд финны. Они мне говорят, а у нас в Финляндии вообще принято пить молоко. Я говорю, а что, и программы никакой государственной не было? Да нет, вроде мы традиционно пьем. Секундное буквально такое замешательство. И говорят, да нет же. Десять лет назад, ровно в то время, когда думали о том, что делать со здоровьем, с демографией, когда пришли к деревянным строениям, была государственная программа по молоку. И на ребенка-школьника в день четыре стакана молока. Вот тогда возникли аппараты школьных столовых с молоком, вот с этим всем. До три года, благодаря вот всяким вот таким усилиям экологическим, у них заболеваемость как минимум легочными всякими заболеваниями на 50% снизилась. Мы не можем по тяжелым давать статистику, потому что это отдаленная перспектива. Но теперь у них молоко во всех социальных учреждениях. Деревянные социальные учреждения – это школы, садики, больницы, дома престарелых из этого клееного бруса, который сейчас современно производится. Я почему вспомнила это? Вот я про это и говорю. Супер. Среду. Среду. Среду, ракурс своего тоже взгляда. Еще вот. Я добавлю, что Международный день молока приходится на 1 июня. Да, который был 1 июня. Международный день защиты детей. Да, который был 1 июня. Молодцы. Спасибо вам. Встретимся мы уже завтра в Александровском саду. Будет большой фестиваль «Вкусная Россия». И впервые, кроме плова традиционного, мы сможем дегустировать фермерские молочные продукты. И что-то, наверное, покупать тоже сможем. Да, конечно. Конечно. Там йогурты, сыры. И это очень хорошая история. Я поэтому благодарю всех участников, организаторов, спонсоров, и вообще, что вы делаете такие вещи. Да. Да. И это была программа «Союз нерушимый». А что, уже время кончилось? Конечное. Ничего себе. Нет? Нет. Еще рано у нас. А что ты какой-то мне написал? У нас время на рекламу. А, у нас реклама 13.30. Простите, пожалуйста. У нас так редко мы встречаемся, Азиз Ильич. В последнее время и суматошно. Уходим на рекламу и продолжим разговор. Союз нерушимый. И мы продолжаем нашу программу «Союз нерушимый». У нас в студии Александр Кочкин, глава фермерского хозяйства «Экоферма Демьянова». и Вячеслав Тихонов. Оба они имеют отношение к фестивалю. Прямое отношение к фестивалю. Вкусная Россия, да. Вкусная. Я что-то все время хочу сказать. Вкусная еда. Оно будет вкусная. Оно будет вкусная. Оно будет вкусная. Оно будет вкусная. Да. Организатор фестиваля, а Александр генеральный партнер фестиваля. Вот мы решили продолжить. Я сразу извиняюсь перед нашими слушателями, что я ушла на обед две минуты назад. Просто с 8 утра сегодня в эфире, и уже у меня немножечко время не сошлось. Но смотрите, какая история, как хорошо все срастается. Мы продолжаем историю про молоко. Потому что я ведь не зря сказала, что как-то начинают объединяться наши молочные производители. Вот буквально в последнюю среду мая у нас был эфир здесь в программе «Разворот на бизнес». И к нам сюда приходили люди из молочной отрасли. Причем приходили, поскольку там накануне в Петербурге был какой-то большой молочный слет, то есть не все успели прилететь, но приходили люди, которые задумывались над тем, что необходимо объединяться. То есть вот не сверху программу какую-то генеральную там иметь, а объединяться для того, чтобы популяризировать употребление молочных напитков. Нам приходила компания «Литон». И еще одна компания приходила замечательно совершенно. Эти обе компании не производители молока, но они производят упаковку, оборудование и так далее. И они рассказывали про опыт как раз популяризации употребления молочных напитков в разных странах. Про Финляндию вот я вам рассказала. И удивительная вещь, они рассказали про опыт внедрения популяризации молочных напитков в Юго-Восточной Азии. Где молоко как таковое, это вообще вот не то, что кишечник. То есть дефицитный продукт. Нет, он не дефицитный, просто организм не приспособлен для переработки молока у китайцев, у японцев, у корейцев. Это правда. Но я потом почитала в интернете, действительно, это интересная история. Японцы в свое время задумались над тем, как элементарно увеличить рост каждого японского отдельно взятого гражданина. И они решили, что молочный белок, он очень хорошо способствует росту. И правда запустили несколько десятков лет назад эту программу. Японцы подросли. Да. Японцы подросли на 20 сантиметров. На сколько? На 20 сантиметров. За 50 сантиметров. Александр вот подтверждает, да, за несколько десятков лет на 20 сантиметров на них посмотрели корейцы и китайцы. И теперь бедные китайцы, несмотря на то, что плохо переваривается там что-то, они все пьют молоко. Ну, правда, естественно, стараются модифицировать по-разному. Понятное дело, что сейчас вот мы знаем, что кто-то не может такое молоко пить, кто-то сякое молоко пить, но, тем не менее, уже японский опыт показывает, что они растут, люди растут. Часто ли у вас, Азиз Алиевич, ваши дети и внуки, и вы употребляете молоко дома? Ну, молоко или молочное? Смотрите, нет, молоко, не молочные коктейли, шейки, а молоко. Ну, внуки у меня едят, я недавно перестал как бы пить молоко. Ну, вот смотрите, мы же… Ну, я больше люблю кисломолочное. Я тоже люблю сразу кисломолочное, да, но вообще с приходом, вот как это называется, функциональных продуктов, разных миксов там, да, чистое молоко потихонечку из российского рациона ушло, на самом деле. Вот я сейчас спрашиваю дочери, она у меня в лагере говорит, ты пьешь, говорю, на ночь кефир с булочки, которые всегда в лагерях давали, а в школах, помните, стакан цедофилина или снежка или… Да, да. Просто. Значит, смотрите, ну, на самом деле, вот приходили замечательные две женщины, они об этом говорили. Это было в мае, и они тоже говорили про день… Молока. …про день молока, 1 июня, и говорили, как бы хорошо в Кировской области завести такую традицию, чтобы 1 июня все молочники устраивали большой праздник. Вот, и я им об этом говорила. Вы представляете, если… Они хотят какую-то программу такую разработать, чтобы заложить традиции. И я рассказывала ровно то, ребята, что вы сейчас, вот завтра, вы будете делать в Александровском саду. В общем, предлагаю Вячеславу Тихонову, кроме фестиваля «Вкусная Россия», организовать фестиваль «Вкусное молоко». Помочь. Он сможет. Там уже люди есть заинтересованные. Но вот представьте… А почему бы и нет? На самом деле… Это, между прочим, может, хорошая идея быть. Посмотрите, посмотрите, какая история. Слав, я не знаю, можешь ли ты там раскрывать все тонкости, которые тебе так умело удается всегда решать. Но, естественно, когда я заговорила про то, что, слушайте, нужен большой классный летний праздник, будет же «Дорога молоко», автопробег, по-моему, 19 августа или 19 июля, надо посмотреть, стартовать из Кирова через Башкирию, через Татарстан. 50 экипажей автомобилей из разных производителей впервые из Кирова стартанут. Есть вот такой проект «Дорога молоко». Идеальный какой-то проект. И вот в этот… Реальный, он уже не первый год проходит. И вот в этом году они стартуют из Кирова. Я говорю, слушайте, а как бы было классно, если бы в этот день… Вот не просто вы проехали по хозяйствам там кировским, а чтобы горожане пришли. Вот 50 автомобилей. На стартанут. Все молоко. Наши молочники. Дегуст. Мольшой молочный праздник. Это… Ну, знаете, что бывает? Ты знаешь, Слава Петрович. Ну, конечно. Это сложно. Невозможно. От холодильники. Бла-бла-бла. Он… Первое, что говорят чиновники. Невозможно. Ничего, да? Ну, конечно. Трудности есть технические. Конечно. Это сложно, но как же это было бы кайфово, большой молочный праздник. Это же просто прекрасно. Ну, в августе его проводить рискованно. В августе проводить рискованно. В августе у нас сезон дождей. Традиционно. Ну, это мы сейчас обсуждаем, правда? Да, да. Вот такую какую-то историю. Вот 1 июня, я думаю, что это такая оптимальная дата для того, чтобы проводить. А вы баксы завтра делаете. Да, да. А 1 июня раз и сделай такую замечательную историю. Ну, у тебя целый год для подготовки. Конечно. Конечно. А я сейчас, если нас слышат... Буду расти, буду пить молоко и расти. Если нас слышат наши молочники там, да, вы приходите завтра, посмотрите, как это может выглядеть в миниатюре, например, такой молочный праздник. Да. И это было бы вот... Вот Вячеславу предлагали помочь с организацией праздника Международный Растительский день фермера 10 июня. То есть это тоже праздник, знаете, это не молочники, не комбинаты, но фермеры, это люди не только с молоком связанные. Да. Это то, чего вообще не стало в городе Киеве. Это вообще не стало. Какой день у нас? 1 июня, это было несколько дней назад. Прошел уже. То есть о нем никто не... Даже министерство не знает на ходу об этом. Фермерство у нас, я не знаю, где находится. Оно только по знакомству находится так. Но эко-ярмарка, я не знаю, там остались фермеры на эко-ярмарке? Хоть немножко. Мы там стояли, первый год, когда вот мы только начали, мы постояли, тяжеловато. С чем-то. С трафиком, Нара. С трафиком, да. С трафиком, да. С трафиком. Это точно. Но вообще, ведь очень хочется здесь, Александр Ильич. Суперпроект. Правда, вот эти большие красивые праздники, большие городские праздники, фермерской едой, вообще с едой любой. Но если мы уже существующий праздник похерили, можно такое слово говорить? Нет, да. Его нет там в списках. В списках. Нормально. Парад, значит, народов России, да. Он есть, он с нами всегда. Вот, со Славой всегда, видимо, он дома смотрит записи, и он с ним как бы всегда. И плачет. Все дипломаты и все политики. Каждый из нас играет свою роль в этой студии. Слушайте, ну это правда, это правда очень крутой замест. Поэтому нужно побольше праздников. И, кстати говоря, в таком случае, я не зря, конечно, миллион литров молока упомянула, уж раз мы говорим про Кировскую область как молочную какую-то такую область. Страну. Так она и должна сопровождаться не только показателями, но еще и чередой мероприятий, праздников, всего. Школьных программ каких-то там, да. Ну вот чтобы гордились, любили, потому что еще раз к финской школе возвращаюсь. Если он говорит там, что да... И, кстати, говорит, молоко-то наше, сказал мне мэр. Оно от местных коров. И вот это, говорит, вот эта картошечка, что у вас пюрешечки, это только с местных хозяйств. А вот эту брусничку, а вот эту брусничку, которую вы поливаете оленинку, это вот местные сборщики в местных лесах собрали. А потом еще они мне визитки дали и директор школы, и мэр. Деревянные, потому что что? Потому что деревообрабатывающие комбинаты, деревянная промышленность, местная. Деревянные визитки. Вот и все. Деревянные из дерева. Да. Ну а у нас это называется конкуренция, демократическая конкуренция. Нельзя там влиять никак, чтобы местный был на местном прилавке, ему тяжело быть на местном прилавке, проще в Кирове. А вот смотрите, в тонкости законодательства сильно не ударялось, но ничто не мешает пропагандировать местное. Нет. Ничто. А они всячески это поддерживают. Ну я, честно говоря, сталкивался с таким, да. Реально никто никаких законодательных препятствий другим товарам не чинит. Нет. Но в то же время вот этот товарный патриотизм, он существует практически во всех государствах. Конечно. Правильно? Я говорю, почему-то в Подосиноск, ну даже вот если взять любой район области, там были животноводческие фермы. Они для чего нужны были? Для того, чтобы на местном заводе перерабатывать, и на местном заводе что делать, кормить это население местное. Конечно. Это не рассчитывалось, что нужно кормить, ехать южные какие-то районы из северного района. Правильно? Ну как бы, это все было, все есть. Идея эта понятна. Да. Вот такая история с молоком. Интересно, как она будет развиваться дальше, потому что я знаю, что есть уже среди участников этого проекта, они еще не объединились, нет. Но есть уже идея делать программы для школьников, пойти в школу. Я потом прочитала, что в Финляндии тоже была такая программа, и они каждый год выбирали финскую девушку. Молочная девушка она называлась, и она ходила по школам. Молочная девушка. Королева молока. Да. Да, да. Ну то есть все абсолютно на это было направлено. На здоровье, конечно. Это и мило, и приятно, самое главное, на здоровье сказывается. Это и пропаганда, ведь все-таки и ребенок-то смотрит, куда ему идти дальше. То есть в эту индустрию идти. Там много профессий, там очень много профессий. Видели бы вы кабинеты уроков труда. Это другая тема. Да. Вот сейчас уже точно все, Владислав Ильич. Правильно? Я смотрю на Денисов. На финале я хотел бы еще сказать о том, что, во-первых, всех завтра пригласить в Александровский сад. 15 июня у нас фестиваль «Вкусная Россия». С 10 утра начинается вся торговля, дегустация, розыгрыши призов и так далее. Очень много всего будет. И плов, и молоко, и шашлык. Детские коллективы. Да, и детские коллективы. И хотел бы отметить, что у нас все-таки сегодня программа «Союз нерушеный» и большой вклад в завтрашний фестиваль и в организацию внес «Союз азербайджанцев России». Мы благодарим этот… Эльнур Гусейнова. Эльнур Гусейнова. Эльнур Гусейнова. И его организации за то, что также точно помогают нам в распространении идей нашего фестиваля. Вот я просто хочу сказать… Спасибо. Потому что мы возвращаемся опять к анекдоту, что нашу радиостанцию купила азербайджанская диаспора. Ну, Азисович, хочу сказать, что здесь бы похвалили любой союз, любых национальных, наднациональных, межнациональных организаций, которые помогают вот таким социально важным вещам и мероприятиям. Это вот абсолютно точно. Ну, я дополню Светлане. Светлану делайте хорошие, добрые дела, и вы купите тоже радио «Хамасского». Кусочек. Все завтра, да. Все завтра на праздник. Вкусная Россия – это замечательный совершенно праздник. Благодарим наших гостей Вячеслав Тихонов, Александр Кучкин. «Союз нерушимый» завершен. Спасибо. Что у нас следующее? Дальше у нас новости, тематические программы и программа «Слушайте доктора». До свидания. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый» «Союз нерушимый»